так начнем еще раз здравствуйте здесь меня хорошо слышно тема у нас лептоспироз диалоги гипотогенез клинические признаки лечения профилактика лептоспироз еще его называют болезни вели васильева либо водная лихорадка болотная лихорадка собачья лихорадка либо болезнь свинопаз является остро и занозной природной щековой бактериальной инфекции и характеризуется но она волнообразной лихорадкой также интоксикации поражение печени почек нервной системы и развитие желтухи и геморрагии извините меня сейчас сейчас слышно попадает звук или нет началась становилась ученые вылетел а значит про название сказала да почему второе название получила вели вели васильева потому что они описали как раз таки инфекционную форму желтухи который протекает с поражением печени почек а сам возбудитель был открыт в 1915 году двумя бактериологами японскими встречается у нас лептоспироз различных климатических и графических зонах чаще всего и распространено это восточная и юго-восточная азия то есть индия вьетнам индонезия япония также встречается в италии в испании да в странах европы во франции в россии чаще всего регистрируется это краснодарский край калининградская тульска богоградская область дальнем востоке значит сами липтоспиры они относятся к отделу глацеликус порядку спирохотелис семейства лептоспиры спира c род спиры лептоспира значит возделяют два вида этого рода первый это лептоспира лептоспира энтероганс который патогенный это патогенные лептоспира и они вызывают заболевания у человека и животных а второй вид лептоспира бифлекса она это сапрофитные лептоспиры и они обитают в открытом водоеме и во влажной почве например болотистая почва также луга который заливает и так далее и эти лептоспиры они не патогены для теплокровных второй вид вот также название лептоспироза происходит греческого лептос это тонкий и спира это спираль либо изгиб и строение соответствующие ну как на картинке значит сами по себе лептоспиры представляют тонкие спирохеты размеры очень маленькие микрометры метр там значит концы самих клеток уточку так я зашла сейчас сейчас не квакает он квакать начинает связь когда он пропадает наверно вся загрузится картинку окей спасибо сейчас грузится ну в лечебной практике я встречала не так часто раз похорел куме спирозе это она по моему не сразу поставить диагноз только потому что они были у других клиниках нам пришли мы взяли спирос положительный сон давайте нахожу такую сейчас крючки отлично то что они маленьких размерах мы сказали значит дальше 6 лептоспиры они не образуют спор и капсул они обладают активной подвижностью такие красивые похожи на макароны какие-то да либо на кудряшки значит совершает они вращательные поступательные сгибательные движения размножаются они поперечным делением основным структурным элементом ли это спиро является осевая нить которая называется цветоплазматический также плазматический цилиндр который называется cpc и наружный покров значит сама схема лептоспира представляет из себя это наружный покров цветоплазматический цилиндр осевая нить это длинная вот это вот да и максимальные концы осевая сама нить состоит из 12-14 микрофибрил это жгутики это еще и покрыто над чехлом микрофибрилы эти объединены две группы каждый из которых утолщенными и максимальными концами через систему дисков прикрепляется к как раз таки к цветоплазматическому цилиндру на концах клетки и фибрилы выполняют двигательную функцию вокруг осевой нити винтообразно накручен накручен как раз таки цветоплазматический цилиндр имеющий внутреннюю мембрану внутри вот этого цветоплазматического цилиндра находится геном либо сомы мезосомы и включения ну и геном представляет представлен двумя хромосомами значит сами по себе лептоспиры чувствительны у нас к высыханию и нагреванию низким ph и дезинфицирующим веществам прямые солнечные лучи могут убить их в течение двух часов при температуре 450 градусов они погибают через 45 минут при 45 градусах они погибают через 45 50 градусов в течение 20-30 минут значит при 70 градусов они погибают через 10 секунд если в случае кипячения то мгновенно также можно при помощи кислоты еще но убить кислистой щелочной среде этиловый спирт 20 процент подойдет хлористоводородная кислота 2 процентный фенол 0 5 процентный и откинатор часто используют государственные клиники на 5 процентный для обработки используют формалин на 20 процентный сейчас не знаю как с ним вообще но раньше его было очень много его тоже также использовали течение пяти минут можно убить лептоспира значит бактериальные действия по отношению к лептоспира оказывают пенициллин и тетрациклин и доксициклин да очень хорошо аминогликозиды значит во внешней среде они сохраняются только во влажной почве и в воде и значит выживать открытых водоемах они могут быть 30 дней а в почвах во влажных могут находиться до 280 дней на продуктах сохраняться могут до двух суток значит широко распространены в природе выделяются они значит выделяют природные антропургетические смешанные чаги лептоспироза значит располагаться могут преимущественно в реках на заболочных участках уже сказал да там какие-то озера источниками лептоспироза являются грызуны первые это мышки крыски всякие полевки также ежи землеройки насекомоядные у этих животных может протекать бессимптомно либо хронический хронической форме лептоспироз поражает почки и животные могут они могут быть пожизненными носителями и выделять свой возбудитель почву поэтому когда например если случай с людьми происходит ситуация человек заболел лептоспирозом жуток например появился и больница за могут сборе анамнеза на принципе у кошек мы можем да когда она не собирается уточнить если грызуны доме а так как кошки нас охотится то вероятность болеть у них высокая значит собак собаки особенно охотничьи значит дальше харьки тоже могут охотиться и также могут болеть значит мочой больных животных загрязняется почва соответственно пищевые продукты особенно крысами которые лазят по столам растительности и выдаем и формируется за счет этого природные очаги инфекции и вот эти очаги они могут долгое время существовать случай если происходит заражение людей также животных то заражение происходит природных очагах у людей это чаще всего при каких-то сельскохозяйственных работах собаки и люди также во время охоты могут заболеть там рыбалка например употребление воды из водоемов и у животных то же самое это из озера и как раз и у сельскохозяйственных животных то же самое значит антропургетические очаги это могут быть они как сельской так и в городской местности и вот как раз таки антропургетические очага криптоспирозы источником энергии будут являться сельскохозяйственные животные домашние это крупно рогатый скот свиньи и домашние животные это собаки также могут быть пушные звери клеточного содержания это лисицы внутри и грызуны значит у сельскохозяйственных животных протекает может протекать нескольких формах это бессимптомная также стертая форма либо острая форма заболевания больные животные будут выделять возбудитель во внешнем среду с мочой естественно не будет тем самым загрязнять почву воду плазбище и корма и соответственно человек который будет контактировать будет заражаться при купании в водоемах загрязненных либо при контакте с больными животными во время если это касается сельскохозяйственных животных то время на убое либо разделки туш также заражение возможно при употреблении инфицированных продуктов и воды это не только человек касается это касается и собак и сельскохозяйственных животных человек если болеет то случае с человеком больных который болеет лептоспирозом выделение выделяет лептоспир в окружающую среду но источником самой инфекции он являться не будет значит входными воротами инфекции будут являться это кожные покровы слизистой оболочки ртовой полости нос глаза желудочно-кишечный и мочепуровой тракт основными факторами передачи является вода и загрязнение различные продукты или какие-то там пастбище которые загрязнены мочой инфицированных животных пищевые продукты это сырое молоко которое не обработано или не обработано до конца термически до конца мясом мир плохо прожаренное мясо значит чаще всего и по сезонности это летнее осеннее время отмечаются очаги вспышки лептоспироза в случае если антропологические очки это это но в любое время и как раз таки в антропологических очагах часто носит заболевание у людей профессиональный характер это как раз таки ветеринарные врачи могут заболеть охотники и работники убойных пунктов и мясокомбинатов желтенький такой код значит в патогенезе выделяют несколько фаз лептоспироза значит первое это фаза заражения когда лептоспир проникает через поврежденную кожу либо слизистую оболочку и быстро проникает кровь и с кровью заносится в органы и ткани где уже в течение нескольких дней происходит их размножение и накопление вместе входных ворот где инфекция попала будет воспаление отсутствовать и как раз таки эта фаза заражения является фаза инкубационного периода заболевания вторая фаза это фаза генерализации инфекции она отмечается при повторном поступлении возбудителя из очагов размножения сначала в кровь затем она поступает в почки печень в мозг почечники и эта фаза она уже как начальный период заболевания фаза генерализации инфекции третья фаза это фаза токсинемии здесь будет поражение токсинами возбудителя капилляров соответственно будет повышаться их проницаемость в результате чего могут развиваться может развиваться геморрагический синдром будут нарушаться функции почек надпочечников и печени поражая поражение происходит при химе печени гемолиза альтроцитов и будет развиваться желтуха значит из того что происходит поражение почечных канальцев это будет как бы связано с нарушением мочеобразования и будет развиваться острая почечная недостаточность это фаза 3 это уже самый такой разгар пик болезни и фаза формирования иммунитета четвертое это фаза значит в крови постепенно накапливаются антитела значит но начаться после выздоровления лептоспиры могут длительное время сохраняться в почках и выделяться с мочой сохраняется в почках они могут до 40 дней если не больше клинические признаки значит он может проявляться в нескольких формах лептоспироз это первое первое значит геморрагический и без желтушный и желтушная форма и протекать может как острый подострый хронически случае с геморрагической формы проявляется здесь будет проявляться слабость конечностей отказ от корма общее угнетение будет лихорадка повышение температуры взрослые особенно чаще всего это касается сельскохозяйственных животных они абортируют на любом сроке беременности либо если она не абортировала допустим перед самыми родами заболела то рожденный молодняк у рожденного молодняка будет диарея и через какое-то короткое время они погибают у сельскохозяйственных животных в случае если это крупно рогатый скот молоко будет приобретать желтый цвет также через какое-то время будут обнаруживаться очаги некроза в области вымени ртовой полости наружных половых органов также головы свиньи абортируют в восьмидесяти процентах либо если рожать рождаются просят они также погибают у собак будет присутствовать рвота также будут будет наличие кровоизлиянина слизистых оболочек диарея будет с присутствием крови могут также запор быть и моча будет небольшими маленькими порциями то есть задержка мочи желтушная форма она в основном протекает у молодых животных до того пока не проявится желтушность температура тела будет повышена дальше температура тела уже может быть в норму слизистые оболочки ну кто видел будет желтого цвета они могут быть либо светло-желтого либо насыщенно оранжевым поэтому все гепатитники которые к нам приходят можно в принципе ну если с температурой то при сборе анамнеза нужно исключать липоспироз также будет чертоваться поднос либо запор с примесью крови и моча будет оранжевого цвета в случае если у нас протекает липоспироз в хронической форме хроническое течение то здесь будет постепенное истощение животного и на коже будут появляться некрозы в случае с безусловно-шелтушными геморрогическими то сборить выделяется с мочой и в этом случае заболевание устанавливается сирологическим методом но инкубционный период в случае с деморрогическими до 12 дней будет в случае поражения с почек отмечается аллигурия в моче можно выявить повышенный белок репсоциды лейкоциды значит диагностика материал берут это кровь либо сыворотка крови спина или мульковая жидкость моча также если необходимо если недостаточно то исследует воду и продукты применяют для исследования бактериоскопические, бактериологические сирологическими также метод ПЦР и биопробу в течение первых дней там первой недели заболевания проводят микроскопическое исследование крови посев крови на питательные среды также ПЦР диагностику и при исследовании также до того же производится заражение набор того животного в случае когда уже происходит конец там первая неделя идет вторая неделя заболевания и так далее то в крови уже могут появиться антитела и здесь используют методы РМА микроагглютинации липтоспир также реакцию агглютинации на стекле РА и иммуноферментные методы ФА это когда уже антитела урабатывается значит бактериоскопический метод он нам позволяет обнаружить лептоспиры в течение первых дней болезни в крови далее уже где-то на 7-8 день на 2 неделе мы можем уже в осадке мочи обнаружить при появлении значит ну и еще далее в принципе мозговые шуткости может быть ложно-отрицательные да не всегда он точно этот метод там нужно большое количество клеток чтобы обнаружить значит ну и происходит это исследование значит при окрашивании мазков значит бактериологическое исследование здесь исследуют кровь, мочу, ликвы и жидкие сывороточные питательные среды в жидких скелетах значит используют питательные среды это ферворта Вольфа Терских Улингута и Ребошенко выращивают в течение там 15-20 суток при температуре там 28 градусов потом во время этого исследования значит пока она растет значит выросшую среду ее пересеивают уже на более плотные среды для выделения чистой уже культуры ну и самые распространенные серологические методы как раз таки ФАРА РСК они используют позволяют обнаружить антитела уже в конце ну уже на второй неделе некоторые в конце первой недели здесь используются парные сыворотки крови которые взяты например в начале заболевания и через неделю там 10 дней и там как они соотношения ну смотрится лечение значит для лечения используют антибиотики то есть афроциклиновые пенициллины могут использовать в сочетании с иммуногугулиными значит чаще всего применяется ну противолептоспирозные сыворотки не знаю у нас ее нет ну вообще не знаю как в этих клиниках может есть значит используют чаще всего стриптомицид внутримышечно это 10 тысяч единиц на килограмм жилового веса для инактивации назначают туртропин в дозе 2 5 миллиграмм но также можно использовать значит доксициклин ну титроциклин и выряд антибиотиков в случае с людьми чаще всего пеницилин используют а также тоже иммуноглобулины используют гетерологический который получается там из крови гипериммунизированных валов сам иммуноглобулины который применяется в лечении людей он бесцветная жидкость которая содержит антитела к таким сиротипом и теперь как паном апомона террасовий и так 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 ну в принципе у меня все ну для животных можно стеклить ну либо токсициклин делать из расчета 10 миллиграмм килограмм вот пожалуйста надеюсь все понятно если вопрос нет то то я задерживаю спасибо